Что вы можете сказать о команде «Киевская Динамо»? Ну, конечно, «Киевская Динамо» — это команда, присутствует все лучшее в настоящее время, то, что есть в советском футболе. Что вы думаете про сегодняшний матч? Я очень люблю «Киевскую Динамо» и всегда часто хожу болеть за него. Надеюсь, что выиграет. Болею за «Черноморец», но больше всего за «Киевскую Динамо». Мы приехали из Кировограда и болеем за «Киевскую Динамо». Хочем увидеть игру наших любимых футболистов. А каким ракунком? 3-0. 3-0? Да. 4-й. И все же в конце первого тайма Блохину удалось обыграть прославленного мастера защиты. Набрав скорость, он поравнялся защитником, затем стремительным рывком ушел от него. Когда «Киевская Динамо» в пух и прах разбила лучшую тогда команду мира, Баварию Мюнхен во главе с кайзером Франк Бекенпауэр, капитан команды Баварии, капитан сборной Германии, федеративной команды. Камня на камне не оставила и завоевала суперкубок «Юнхо». Важно понимать, что команды Лобановского и Базилевича 1974-1975 годов не просто выигрывали все, что можно было выиграть, и как «Динамо», и как сборная СССР. Это была эпоха тотального футбола, который пришел на смену старым схемам. Тенденции развития этой игры, набиравшей ход середины 60-х годов, теперь нашли свое наиболее полное выражение. Для того, чтобы превосходить вот эти команды, мало было иметь только хороших футболистов. Надо было иметь и преимущество. Преимущество в чем секрет сегодня, который многие забыли. Это функциональная готовность команды, всей команды. Когда не выпадает ни один футболист. Организация. И плюс команда должна иметь несколько наборов тактик. Но для того, чтобы это все иметь, команда должна все 90 минут двигаться, должна обладать хорошей функциональной подготовкой. Вот именно скорость, скоростное выносливость, эти качества, которые позволяют команде варьировать тактиками, набором тактик. И превосходить соперник. Лучшие представители тотального футбола, железные немцы и летучие голландцы, в 1974 году разыграли между собой звание чемпионов мира. А «Динамо-машина» в 1974-1975 годах побеждала и немцев, и голландцев. Айнтрахт, ПСВ Эндховен и, конечно же, Баварию. Команды, сплошь укомплектованные чемпионами и вице-чемпионами мира. Вдруг в 1975 году команда «Киевская «Динамо» разгромила всю футбольную Европу, и западные футбольные специалисты не могли понять, в какой футбол играет, и что это за игра, в которую играет «Киевская «Динамо», и написали, что эта команда играет в футбол 21 века». Трудно в такую минуту конкретно выразиться. Ну, в общем-то, хотелось бы оставаться на этом уровне, на который мы поднялись, а это очень короткое время. 6 октября 1975 года. Киев, центральный стадион. Победа! Тут треба обовязково пригодати давнего приятеля Базилевича Лубановского, ведомого письменника Арканова, який в 1975 году на витании команды, с теми успехами, что тогда были досягнуты, он сказал дословно, «Ребята, вы феномен, но судьба феномена такова, что остальные или поднимаются до его уровня, или вот, поднявшись на голову выше других, смотрите, чтобы вам эту голову не виттянули». Что ж, 21 век наступил и идет полным ходом. Почему мы играем сейчас в футбол, мягко говоря, другой? Ответ на этот вопрос следует искать в далеких уже событиях 1976 года. Смысл тех событий состоял вот в чем. Страна не простила своим героям их славных подвигов. Ну, это же мультик и был сделан как раз под впечатлением тех успехов, которые у нас были в 1975 году. И люди мистецтва, например, это настолько понимали, сколько вы слышали, что вот оно. И, к сожалению, советское партийное руководство, оно считало, что оно разбирается во всем, в войне, в кукурузе, в деторождении, там, в футболе, естественно. Посчитал 1976 год очень неудачным, и Базилеевич был из команды отчислен. И тем более, что была поставлена задача, и в 1976 году Олимпийские игры в Монреале, то есть сразу была поставлена задача высшим партийным руководством послать киевскую «Динамо» туда, естественно, только золотые медали надо выигрывать. Вы же сильная команда, вы довольны. Призначили вы ответственными, возложили высокую ответственность. Ах, не справились? Все, ось, теперь вы погадали. Так, ага, мало того, что вы не справились, что требует дискредитировать ваши методы работы, и особенно вас. На Олимпиаде мы заняли третье место, когда команда Бескова на Олимпиаде в Москве дома заняла третье место, у них были награды, ордена, медали. С нас чуть не поснимали мастеров спорта заслуженных. После этого начался, как вы знаете, бунт. Убирали Лобановского и Базилевича, и всех, кто работал. Ну, возможно, сравнивать даже относительно успеха 1976 года, за что так шалено критиковали Лобановского и Базилевича. Боже ж, ты мне, это же третье место на Олимпиаде выиграли. Не выиграли же Олимпиаду, так? Чи там до півфиналу чи червфиналу Кубку европейских чемпионов дійшли. Програли ж, оцент Татьяна. Вот спробуйте зараз щось такое зробити, а я подивлюся. Ну, не может быть два тренера. Должен быть один. Должен быть один главный. Как бы мы хотели, не хотели, он должен отвечать за результат. Должен отвечать за команду перед руководством. Наличие двух старших тренеров противоречило самой советской системе единоначалия. Тренерский дуэт Лобановского и Базилевича в нее не вписывался. Дальнейшие события показали, что Валерий Васильевич, оставшись один, вписался. На футбольном поле играли люди. Значит, они, очевидно, допускают определенные ошибки. Ну, я не ушел из команды. Ушли меня. Было принято решение на самом высоком уровне руководством страны разъединить наш тандем как одну из причин того, что команда плохо не оправдала надежды общественности. Хотя, в общем-то, результаты были вполне сносные. Сейчас бы такой результат, это был бы супер. В какой-то момент отцепили фамилию Базилевича от фамилии Лобановского. Вот был всегда Лобановский Базилевич, потом, опс, остался Валерий Васильевич. И люди как-то очень быстро приняли. Ну, значит, так надо. Я знаю, что они собирались вместе, думали, решали, как быть дальше. И приняли решение, что все-таки дело надо продолжать, дело важнее. Столько было вложено сил, здоровья и создан коллектив. Хотя, в принципе, тоже непонятно. Для меня непонятно. Если принципиальность со стороны, будем говорить, Валерия Васильевича, он бы сказал, знаете что, или вместе, или... Наверное, так. Для меня всегда была загадкой, почему мэтром называют только Валерия Васильевича Лобановского, при всем к нему уважении. Почему мэтром не называют Олега Петровича Базилевича. Я думаю, это может быть непопулярная точка зрения. Я думаю, что Валерий Васильевич все сделал для того, чтобы мэтр на пьедестале был один. Ну, в принципе, мы не убирали Базилевича. Мы убирали команду. Так, если можно сказать, команду тренеров. То есть мы бунтовали против команды. И вот когда эти несправедливые, недалеко глядные решения привели до того, что этот тренерский тандем разпался, власне, через это Киевскому Динамо довелося так долго восстановить свою игру. Целых 10 лет нам понадобилось Киевскому Динамо для того, чтобы наблизиться до той зоряной модели гри, которая была притамана этой командой в середине 70-х годов. Потому что наступный Кубок Кубков был выигран именно в 1985 году. То есть это через 10 лет.